Много любопытного, конечно, происходит, но если что-то пошло не так, то кто-то за это ведь и должен ответить. То есть понятно, что осенние кампании пока, вежливо говоря, складываются не в нашу пользу. Кто-то должен ответить за то, что, например, сейчас вот с Устин или Запорожья область огромное количество оружия и людей. А где удар? А это происходит почему? Потому что не могут, не знают, не хотят или это предательство? То, что украинская армия насыпает оккупантам перцу на хвост, это еще цветочки. Кульминация наступления украинцев на Востоке еще впереди, сообщает Институт изучения войны. И вскоре украинская армия может освободить всю Луганскую область. После потери большей части оккупированных территорий в Харьковской области, россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах, реках Оскол и Северский Донец. В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли лиманные территории вокруг него. А дальше перед ними таких препятствий нет. Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября. А из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области. Кроме того, украинцы одновременно ведут наступление и на юге. И это заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше. Но в итоге растет вероятность успеха украинцев на обоих направлениях. В Херсоне снова пролетело по знаменитому Антоновскому мосту. Но одиозный херсонский мандривный экстримаусов утверждает, у него все под контролем. А вот как выглядит карта на юге после контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. Нововоскресенская, Петропавловка и Новогригорьевка снова с Украиной. Мы говорим, что на сегодняшний момент все для нацистов остановилось, потому что они уперлись в линию обороны. Мы не сдавали Давыдову Брод, мы не сдавали Большой Александрку или Великой Александрку, мы не сдавали Дучаны. Мы просто перегруппировались, и если кому-то не нравится это слово, перегруппировались. Потому что благодаря перегруппировке мы сохранили жизни наших воинов, наших парней, которые на сегодняшний момент сдерживают натиски всех тех нацистов и всей той орды, которая в лице НАТО, автомобилей, танков, бронемашин прут на территорию Херсонской области. Нет, это не паника, друзья, это объективная реальность. Прежде всего хотел бы, чтобы никакой паники не поддавались на фоне, надо признать того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова, а надо это признать. Почему я говорю именно о наступлении ВСУ? Ну, на мой взгляд, это просто очевидно. Конечно, украинцы смогли создать преимущество, там восьмикратные, говорят, у них было. Сражение за инициативу, о котором я говорил еще с июня месяца, ВСУ выиграло. Можно сказать, выиграло полностью. Сложные ситуации, надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Теперь до успешного, подчеркиваю, именно успешного отражения их наступления наши войска инициативу не перехватят. И опять же вопрос, а было бы чем? Они действительно оценивают свою ситуацию как ситуацию, то, что они побеждают. Противник обладает превосходством живой силы на всех участках фронта, на всех направлениях. На ряде участков фронта он добился перевеса не только в живой силе, но и в технике. Вооруженные силы Российской Федерации явно, на мой взгляд, не были готовы к такому масштабу войны. А вооруженные силы Украины были готовы. Они 8 лет готовились. Унизительно вообще. Мы все время говорим, у нас малое количество солдат сражается. Нужны добровольцы, нужны, так сказать, люди, которые хотят служить. А вы видите где-нибудь вообще рекламу этого? Ну, это о чем я и говорю. Ну, е-мое. Ну, надо признать, на мой взгляд, что украинский народ существует. Это первое надо признать. Что он не есть миф, что не есть какая-то туманность Андромеды. Что он существует. Он, более того, в этой операции, он, видимо, так сказать, еще и как бы получает этот миф свой, который необходим. Вот, на мой взгляд, надо на освобожденных территориях предложить организовать альтернативное украинское дружественное Россию и государство. Заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Мы считаем, что сейчас небольшое наступление армии Украины есть, потому что она отбила даже где-то 5, может быть, 6 процентов территории, которую до этого у нее взяла Россия. Потому что в Украине прошла тотальная мобилизация. Поэтому просто российская армия на фронте оказалась сейчас в два раза меньше украинской. Несмотря на то, что население России в пять раз больше украинского. Мы считаем, что это временное отставание. Сейчас вот мобилизованные к концу октября придут на фронт, и в начале ноября армия России должна начать наступление. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице. И во второй день. Подождем. И в третий. 90% больных. Больше части состава нет ни казок, ни бронежилетов. Вооружение 70-х, 80-х годов. Ни одно оружие не вписано ни на одного человека. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автоматы вписаны со склада. Осташение скотское. Это специально. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Они были найдены на улице в части. Никакой медкомиссии не было, нигде. Здесь физически не уравновешено. Много любопытного, конечно, происходит. Но если что-то пошло не так, то кто-то за это тебе должен ответить. А где удар? Мы вот только что говорили о пропагандистах. Они стали все чаще и чаще высказывать недовольство, говорить о том, что нужно прекратить врать и так далее. Как вы думаете, с чем это связано? Это, грубо говоря, распоряжение сверху, чтобы как-то канализировать агрессию и злобу по отношению к руководству армии? Или действительно они, не знаю, что-то начали подозревать и чем-то недовольны? Ну, здесь есть и та составляющая, и другая. Понятно, что они понимают, что ситуация идет не туда, куда надо. И все это чревато проигрышем и гильотиной, фигурально выражаясь. Ну, окей, трибуналом. И им это не нравится, и они возмущаются и ищут крайнего. То есть это абсолютно искреннее такое возмущение. Как же так получилось? Все должно быть хорошо, а как-то так все плохо, а дальше будет еще хуже. Но все-таки, конечно, не настолько это самостоятельная публика, чтобы самостоятельно выбирать, что они там будут нести в эфир. Поэтому вот эти их ощущения, они, в принципе, каким-то образом координируют с руководством. Но, собственно говоря, ведь руководство, их пропагандистское руководство, Громов в частности, они же тоже такие же эмоции испытывают. У них тоже есть, у него тоже есть разочарование по поводу того, что происходит. И тоже есть боязнь трибунала. И поэтому он, в принципе, дает добро на то, чтобы они вот эти свои эмоции в эфир высказывали. Есть в этом во всем и элемент такой пиар-стратегии, что, дескать, давайте надо совсем глупо отрицать очевидное. Поэтому давайте очевидное все-таки по минимуму признаем и будем возлагать ответственность на кого-то с тем, чтобы, не дай бог, на дорогого Владимира Владимировича не подумали, что это он виноват. Ну, стратегия так себе проигрышная. В общем-то, все знают, кто источник всех и побед, и поражений в стране. Все знают, кто хозяин страны. Поэтому переложить ответственность на подчиненных – это такая стратегия, которая будет иметь очень ограниченный успех в глазах очень небольшой аудитории. Зато уж чем это чревато, так это вот ростом недовольства военных, которые чувствуют, что их сливают, в общем-то. Ведь военные не считают себя виноватыми в происходящем. Они-то точно знают, что они виноваты. Они знают, что виноваты чекисты и Путин, чьим представителем во власти он является, в конце концов. Они ведь просчитывали ситуацию и сказали, что украинцы вас встретят с распростертыми объятиями. И поэтому мы, дескать, поехали, вот военные так размышляют, мы поехали туда на войну, как на парад. И вместо парада попали в мясорубку. Ну кто же к этому был готов, так сказать. И первые поражения, которые определили дальнейший ход событий, стал результатом политической ошибки, допущенной не военными, а руководством страны. Вот как военные все это воспринимают. И тут нас еще крайними пытаются сделать. И уже путинские клевреты типа Кадырова или какого-то уголовника Пригожина нас оскорбляют, а Путин им в ответ генеральские звезды на плечи вешает. Ну в общем, военные, конечно, недовольны. Но это, строго говоря, с точки зрения дальнейших перспектив режима и является главным источником проблемы. Потому что когда дойдет до, если дойдет до серьезного какого-то вооруженного противостояния, то, ну и когда начнутся массовые протесты, условно говоря, утихомерить Росгвардию как раз военным будет легче всего. А такое возможно. Сейчас вот прямо у нас на глазах такая история разворачивается в Иране. Как мы знаем, массовые протесты там бушуют уже без малого месяц. И пару-тройку дней назад в Твиттере появились записи военных, иранских военных, которые выступают в поддержку протестующих и требуют от полиции и корпуса стражей странской революции прекратить репрессии в отношении народа, обещая, что, дескать, в противном случае мы сами в это вмешаемся. Уже там командиры армейского спецназа по этому поводу высказывались. Ну командиры каких-то подразделений военных. То есть, в принципе, отчуждать военных, вешая на них косяки, чужие причем, но это точно не в интересах режима. Но режим уже, видите, он уже не способен действовать оптимальным образом. Но его несет куда-то, он не контролирует ход событий. Субтитры создавал DimaTorzok